Добрый вечер дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия. От мечты к науке. Главный признак коммунизма. Читает лекцию первый секретарь ЦК РФ Виктор Акаевич Тулькин. Пожалуйста. Всем добрый вечер. Сегодняшняя тема имеет особое значение для системы политического просвещения. То есть для нашей с вами работы с молодым пополнением, во-вторых с трудящимися нашей страны и прежде всего с теми людьми, которые не пожили при социализме, которые вот сегодня вошли в производственную, общественную жизнь и прочее, им рассказывать, показывать, убеждать, что социализм это совсем неплохо, может быть даже наша цель. бывает очень-очень-очень нелегко. Вот наши старшие товарищи много раз приходилось сталкиваться с такими ситуациями и видеть, когда агитируют за социализм, за линию коммунистов, употребляют очень-очень образные такие, с напором, с чувством выражения, что коммунисты ведь это люди, которые, значит, жизнь готовы за народ отдать, да, за трудовой и прочее-прочее. Там не для себя, а для общего дела рубаху, так сказать, последнюю снять, поделиться с товарищем. Кинофильм посмотрите коммунистам, вот там показано, как чего. Это, конечно, все правильно, но при всем при этом, значит, основным, основополагающим, что ли, признаком коммунизма является его научность. И мы помним слова Владимира Ильича Ленина, который говорил, что учение Маркса всесильно. Почему? Потому что оно верное учение, да, то есть оно объективно отражает существующую реальность. Но при всем при этом, при всем при этом нам отнюдь не чужд дух романтизма, да, и известны слова Владимира Ильича и Маркса с Энгельсом. Да и вообще, если человек, если существо мыслящее, да, мы знаем, что Homo sapiens так и, значит, расшифровывается с латыни, то человек в своих мыслях и рассуждениях, наверное, одним из первых вопросов, который ставил перед собой, это вопрос, значит, а как сделать так, чтобы жизнь была лучше? А еще лучше, чтобы она была справедливой, да, там, хорошей, прекрасной. И, значит, рисовались различные схемы, при этом очень часто эти схемы, значит, находили свое отражение в различных религиозных теориях и культовах, да. И мы как материалисты, значит, понимаем, что по большому счету Бога создал человек, да, создал в своем сознании, потому что не мог объяснить многие явления и с помощью вот этой искусственной модели или моделей, так, поскольку культов религиозных у нас большое множество на земле, значит, так или иначе объяснялись процессы природные, общественно-политические и прочее, прочее. И вот эти мечты о справедливости, мечты о, значит, хорошей жизни, о равенстве, о правде, они, так или иначе, находили свое отражение в религиозных теориях, так. И сегодняшние последователи, скажем так, этого направления, они порой даже, значит, доходят до утверждения того, что Иисус Христос был первым коммунистом, например, да. Ну, эту тему можно будет отдельно затронуть. Мы, кстати, тоже использовали наших знакомых, значит, в этой области. Ну, вот старшее поколение, может быть, помнят такого оратора, у нас на митингах бывал Дьякон Пичушкин, Виктор Иванович, очень хороший был оратор и очень интересно строил систему доказательств, которая вот этот тезис развивала, прочее, прочее. Ну, это отступление, а пока возвращаемся к тому, как вот эти мечты, как эти мечты, значит, отражались в различных религиозных, значит, построениях, писаниях и прочее. И вот только, ну, так, по памяти примерно. Не копите сокровищ на земле, так. Или скорее верблюд пройдет через игольное ушко, чем богатый попадет в рай. Или еще там замечательные такие слова и примеры были, которые мы использовали, в том числе в выступлениях, вот, на 28-м съезде КПСС, наш товарищ профессор Сергеев, что Иисус Христос выгнал, менял из храма. Вот бы нам повторить, так сказать, это самое, это действие и прочее, прочее. Ну, и так далее. Значит, последние станут первыми, а кто не работает, да, тот и не ест, и прочее, прочее. Вот, значит, эти мечты, которые закладывались в различные религиозные построения, они остались мечтами. Как известно, значит, правящие классы, правящие классы, очень умело стали использовать религию для управления людьми. А вот эти мечты, эти, значит, образы, пожелания перенесли на потом. Вот, на потом, в другой жизни, после смерти, где-то на небесах, или где-то там еще в других местах, может быть, в каких-то религиозных культах есть еще, на своих, какие-то формы. Ну, потом, только не здесь, на земле, как всего, обрабатывали. Однако, мечта, она ведь вещь, ну, такая, как бы сказать, вытекающая из объективного бытия. Поэтому, интересно отметить, что эти мечты, значит, уже, значит, в эпоху, значит, феодализма и раннего, так сказать, буржуазного строя подхватили люди просвещенные довольно. И то направление, которое, значит, Владимир Ильич считал одной из составных частей марксизма, марксизма, это, значит, французский утопический социализм. Известные люди, значит, которые на протяжении нескольких веков, нескольких веков, причем люди разного положения, и простые люди, так сказать, монахи, где-то чернь, так сказать, и высоких сословий, как, например, Сен-Симон, дай бог память, он, наверное, графом был, если помнится. Значит, рисовали различные схемы, значит, которые по их соображениям могут обеспечить счастливую жизнь здесь, вот здесь на земле, только если, так сказать, люди проникнутся и будут соответствующим образом, так сказать, вести свою хозяйственную, там, управленческую, политическую и прочую, прочую деятельность. И надо сказать, что эти, хоть это и мечты, да, но это было не совсем безопасное дело. Тот же Кампанелло, будь здоров, сколько лет отсидел, ну, не только за свою модель города солнца, конечно, в Сирии, но, тем не менее, отсидел в тюрьмах. Три другие тоже подвергались, значит, солидным гонениям. Тем не менее, вот это целая, целая плеяда деятелей, мыслителей, Сен-Симон, Фурье, Оуон, значит, они пытались вот этот революционно-романтический дух раннего христианства, как его характеризовали Маркс Энгельсон, да, попытались этот дух каким-то образом, так сказать, вписать в модели, которые, возможно, по их, по их, опять же, критериям, соображениям, значит, построить здесь на Земле. Однако, как мы знаем, да и мы, в принципе, можем доказать это дело, дело это было не сбыточное, пока не сбыточное на тот период, потому что это действительно были мечты, которые были оторваны от базиса, от фундамента, то есть, от тех законов и закономерностей, значит, жизни людей, общественной жизни, до поры до времени, а именно до какой поры? Ну, мы вот как коммунисты с вами на это отвечаем, до той поры, пока, значит, не возник марксизм. При этом, значит, возвращаемся к тому, что вот нам необходимо доказать вот этот тезис, что марксизм – это научная, научная теория, это научная методология, так? Ну, для того, чтобы это показать, показать это очень важно, вот лично я так думаю, что это очень важно, в том числе для людей с таким, знаешь, технократическим складом ума, технарям разных профессий и разного спектра. Почему? Потому что эти люди, они, ну, в отличие, может быть, от обществоведов, философов, так сказать, там, и людей-представителей общественных наук, они очень хорошо понимают, что иногда нужно, ну, не иногда, операция на плечи титанов, то есть операция на те вещи, которые уже решены, которые уже доказаны, которые уже, значит, не только доказаны, а запущены в употребление нашими предшественниками, да. Поэтому никто не требует, там, с инженера, чтобы он самостоятельно мог вывести, там, беном глютона, да, он должен знать, для чего он служит, значит, как раскладываются в ряды соответствующие, значит, числа и прочее, прочее. И вот в этом, с этой именно точки зрения, значит, возвращаемся к Марксу, к Энкельсу его, значит, товарищу по жизни и, наверное, к нашему общему букварю, именно манифесту Коммунистической партии. Вот что главное в манифесте Коммунистической партии? Какая мысль там заложена? Ну, кто-то иногда пробует и сразу взять быка за рога, там же, значит, сделан вывод, пролетария всех стран, соединяйтесь, что буржуазия, она создает своего могильщика пролетариата, и мы, коммунисты, так сказать, не считаем презрентным делом скрывать свои чувства, там, намерения и планы, и мы говорим, что, так сказать, достигнуть правильных целей, значит, а всю теорию мы можем изложить только коротко, уничтожая частные собственности, мы можем только насильственным путем и, да здравствует социалистическая революция. Ну, это все абсолютно правильно, абсолютно правильно, так оно и есть, но... Ну, а если мы почитаем, значит, особенно предисловия, предисловия к различным изданиям манифеста, изданий этих было великое-великое множество, но я имею в виду те издания прижизненные, по крайней мере, при Энгельсе, где сами отцы-основатели, значит, вводили нас в курс дела и делились своим видением, чего они там написали, да, то мы, значит, встречаем там замечательные слова, что главное наше открытие, и оно в основном принадлежит целиком и полностью Марксу, так, является то, что... Это Энгельс пишет в предисловии, что мы уловили закономерность, закономерность социальной структуры общества, которая зависит от уровня развития и характера, так сказать, производительных сил. Это то, что мы, значит, с вами большинство уже изучали в школе, как закон соответствия, значит, настройки базису. Почему мы говорим, что именно в этом открытии вот заключен главный фактор научности? Почему? Потому что, ну, во-первых, мы знаем, что наука – это одна из важнейших сфер деятельности, да, человека разумного, как всегда. Более того, сплошь и рядом мы с вами употребляем, значит, выражение, что наука – это, значит, главная производительная сила становится, но давайте для себя сначала ответим на вопрос, что такое наука, когда наука начинается, вот с чего начинается наука. Таич Егор, ты у нас самый близкий к учебе, наука. Ну, соответствие объекта понятия. Ну, в принципе, конечно, но, значит, вот если посмотреть на историю, историю человечества вообще, да, то накопление знаний происходило, прежде всего, из опыта, да, были опыты, накапливались результаты, их, так сказать, было много, и чем больше, тем лучше, но при этом включалась уже умственная мозговая деятельность, и, значит, человек пытался установить причинно-следственные связи, да, так вот там, где начинается фиксирование вот этих связей, там начинается наука, потому что, исходя вот из этого, значит, из формулы, что определенные причины всегда вызывают определенное следствие, вот когда к этому подошли, это есть наука, и именно этим наука отличается от религии, да, и именно поэтому, вот мы с вами должны это очень четко понимать и уметь объяснять, именно поэтому религиозных культов сколько в мире? никто точно не посчитает, но то, что их не одна сотня, это точно, да, потому что этих самых культов или религиозных учений множество, множество, а наука по большому счету одна, как? школы науки множество, это школы, а таблица умножения, она у всех школ одна, вот куда они нет, одна, поэтому вот это наука, и вот после того, как Маркс с Энгельсом с Энгельсом уловили, уловили и выразили вот эту закономерность, да, посмотри, был первобытно общенный строй и соответственно, так сказать, значит, устройство общества, ну мы сегодня уже так активизуем, значит, первобытно общенный коммунизм, дальше развивались, развивались орудия производства, развивались общественные отношения и на смену пришел какой? Ну, рабовладельческий, да, значит, производство развивалось, оно было примитивным, оно было самым трудоемким, тем не менее, значит, рабы использовались как живые орудия труда, значит, копали, пахали, сажали, собирали, ну, со временем, так сказать, много чему научились и, значит, такая структура общества стала уже являться тормозом развития производства и перешли, так сказать, на систему феодального общества, да, когда, значит, относительно свободные крестьяне, значит, не имели собственной земли, но за право пользоваться ею практически всю жизнь работали на, так сказать, крупных землевладельцев, двинулись вперед. Дальше паровые машины, значит, рождение, значит, рабочего класса и буржуазного устройства общества, в том числе со всеми атрибутами, включая и инструмент буржуазной демократии, который есть. И вот эта железная закономерность, которая была показана, значит, в целом имеется в виду на примере различных стран мира, она подвела наших учителей, классиков, к той гипотезе, что, значит, дальше за капитализмом, за капитализмом в соответствии с законами диалектики, надо ожидать коммунизм строить, так, по спирали развития прошло и на новом уровне выходим на, с одной стороны, на повторение, а с другой стороны, на перспективу, так сказать, всего человечества. Вот этот момент, этот момент о том, что вот именно эта закономерность, эта закономерность позволяет коммунистам, коммунистам говорить, что они понимают и они правильно отражают ход общественного развития, вот этот момент должен стоять у нас на вооружении, и мы должны уметь им пользоваться, его показывать, доказывать, объяснять и прочее, прочее. Надо сказать, что в первые годы советской власти значит, огромное внимание уделилось всеобучу вообще, имеется в виду, начиная с ликвидации неграмотности и заканчивая политическим просвещением в особенности, да. Вот я не зря специально попросил Дмитрия Владиславовича вот этот плакат подготовить и, значит, нам разместить здесь. Вот этот плакат это точная копия, точная копия значит, плаката изготовленного знаменитым художником нашим, значит, Самохваловым, так, этот плакат хранится в русском музее у нас так, имеет название схема социальной теории Карла Маркса. Вот здесь, значит, привлекались в первые годы советской власти лучшие творческие силы и интеллигенции для того, чтобы, а, в наглядной, в наглядной, да, яркой, эмоциональной, доходчивой форме людям вот эту теорию, эту теорию рассказывать, показывать, доносить, убеждать, прочее, прочее. Ну, кое-кто из наших специалистов сумел здесь уже найти недочеты и даже ошибки, может быть, да, это тема другого рассказывали, что, но сам подход вот к делу, сама постановка вопроса, да, сама прорисовка перспективы будущей, ну, почти как в кино чипает, помнишь, прекрасная будет жизнь, понимаешь, тогда, как по всем этим делам. Вот с тех пор, с тех пор, значит, как наука, наука, значит, ну, стала одним из основных аргументов, да, а лучше других, наверное, ее значение высказал в свое время, значит, Франсис Бекон, английский философ, что даже хромой калека, идущий по верной дороге, может обогнать самого умелого всадника, который скачет на самом резвом рысаке, если вот этот хромой калека идет правильной дорогой, да, а всадник сбился с пути и пошел по дуге. причем бывает такое стечение обстоятельств, что чем быстрее скачет этот садник, тем больше он отстает от этого самого калеки. И вот с тех пор формула этого Фрэнсиса Бека довольно знаменитая знание сила, она вот взята на вооружение ну и просто людьми так сказать думающими и коммунистами наверное всего мира, которые на этом значит строят свою работу, теорию, пропаганду. Именно с этого момента вот с открытия Маркса и Энгельса общественные науки стали собственно науками. Вот до этого они скорее проходили на значит записки, летописи там или сказания о каких там всяких делах. А с этого момента, когда можно было уже привязывать все к причинно-следственным связям, к интересам больших групп людей, которые согласны коммунистической теории значит называются классами и значит формируются в зависимости от их места в системе общественного производства способом получения и доли значит своей богатства, которая от общественного пирога им отстегивалась и так далее. Поэтому этот важный момент да вот и хотелось еще и еще раз подчеркнуть, довести до общего сведения и и всем нам взять на вооружение и уметь самим показывать, рассказывать и доносить для товарищей и начинающих и тех, которые себя уже считают разбирающими или вошедшими в политику. Хотя не надо думать, что это панацея и что мы с помощью этих знаний и так далее легко убедим людей и они сразу встанут на нашу сторону или где-то. Я вот поделюсь таким несколько может быть обескураживающим примером, но из личного опыта. Из личного опыта. Я много раз был в Греции. И в Греции, как вы знаете, есть сильная партия Греции, с которой мы хотя имеем на сегодняшний день довольно серьезное расхождение, тем не менее, тем не менее, заслуги ее несомняты. Но дело не в этом. Кроме того, что, так сказать, общался с коммунистами, с различными классами, профсоюзами и так далее, у меня там есть знакомые, в том числе из буржуазных кругов и умел я как-то беседу, знакомство с представителями одной семьи такой бизнес-политического плана. Ну, женщина, значит, врач, анестезиолог образования получила в Америке. Семья, значит, отличается и в бизнесе, и в политике. Дядя министром был там, отец крупный бизнесмен, много членов парламента, в основном социал-демократической партии, там, которая идет и прочее, прочее. И вот, в том дискуде, который мы вели с товарищами, она, в том числе, участвовала, и пройдясь вот по всей этой цепочке, используясь другие, в том числе, аргументы. Значит, я, как бы сказать, почти с торжеством уже, так сказать, смотрел на нее и на участников битвы, но ответ услышал такой, Виктор, вы совершенно правы, вот, и спорить не о чем. Конечно, будущее за коммунизмом, будущее за коммунизмом, и ваша теория, она, безусловно, верна, так, и у человечества нет другого пути развития, кроме как коммунизм, по всем, по всем, так сказать, прикидкам, проще, но, вы завтра революцию сделаете или нет? Вроде, еще не готовы к возникам. А пока вы не готовы, я хочу, чтобы мои дети, мой сын пользовался всеми теми благами, которыми обладает наша семья. Ну, так, и земли, и квартиры, и заводы, пароходы, или как чего. Вот это, значит, тот момент, который мы должны учитывать, да, и который, который надо понимать, отлично понимают, осознают наши классовые противники, которые совсем не лыком шиты, да, которые в том числе отслеживают и изучают и марксизм, и, так сказать, различные наши теории, и так далее, и думают, думают в том числе, как остановить, как предотвратить, как не дать развернуться, как бы еще не вышло и, не дай бог, не повторилось, выражаясь их словами, та смута, которая была в 1917 году, да, по всему этим самым данным. Ну, а мы пока, значит, двинемся дальше и отметить, значит, ну, коль мы уже пришли к выводу, что все-таки основополагающим, основополагающим признаком коммунизма является его научность, да, то мне хотелось бы показать и, значит, такой момент, что это проявлялось и в тех вопросах, когда коммунисты, в том числе наши учителя, занимались теми или другими сферами научной деятельности, да, и научных дискуссий, не только в области общественных наук, истории, социологии, там, политики, но и естественно, в том числе. Вот такое маленькое лирическое отступление, я, значит, опять же, из собственной практики хотел высказаться. Я был студентом военвеха, изучали мы, соответственно, там, марксизм и ленизм, с его составными частями, и сидел я как-то и пробовал написать конспект или изобразить конспект, чтобы предъявить преподавателю ленинские работы, материализм и империокритицизм. Ну, кто брал эту книжку в руки, да, тот, значит, наверное, согласится со мной, что чтение это очень нелегкое. Более того, значит, оно даже, ну, для тех лет, по крайней мере, казалось муторным, поскольку шли понятия, там, махизм, империокритицизм, а дальше шли, и сыпались, и сыпались фамилии, там, Авинаиус, Апетцольда, Беркли, Юнг, Гексли, Дидро, Дитцвинг, Фейербах, там, Гегель, Рюнг, и черт его знает, чего и как, чего. Вот, я довольно грустно, я сижу, заходит отец, отец у меня был, значит, подполковник, в то время, в отпуске находился, ну, чего делать там, отцена, да вот, говорят, тут какие-то, там, махи, авинариусы, махизмы, это ужас какой-то, наверное, для сегодняшнего дня, вот, с этой работой, там, ну, на что мне отец, говорит, не, ну, ты погоди, ты вот, и посмотри, как в этой работе Владимир Ильич, вот, разбираясь, значит, этими учеными, физиками, там, философами, как, значит, они изящно, изящно, значит, выходят на мысль о материальном единстве мира, его, я говорю, где тут найдешь, что там работа на 400 страниц, а говорит, смотри, и, так сказать, показывает мне пальцем, дай бог, страница 306, говорит, а здесь Владимир Ильич вспоминает немецкого физика Людвига Больцмана, так, и положительной стороны, значит, вместе с ним, значит, дают вывод, что единство природы обнаруживается в поразительной аналогичности дифференциальных уравнений, относящихся к разным областям явлений. Теми же самыми уравнениями можно решать вопросы гидродинамики и выражать теорию потенциалов, теорию вихрев жидкостей и теорию течения газов. Обнаруживается паразитная аналогия с теорией электромагнетизма и так далее и тому подобное. Ну вот, вот с тех пор я действительно посмотрел, что вот и сравните, сравните ну вот этот уровень, уровень мышления и занятие теорией людей масштаба Владимира Ильича, настоящих коммунистов, теоретиков, с тем, чем занимаются некоторые сегодняшние государственные деятели, выводя формулу типа того, что свобода она лучше, чем не свобода, а для победы надо подарить список какой-то иконы, какой-то матери, Божий или чего-то и так далее и тому подобное. Двинемся теперь от науки к практике мы с вами и для того, чтобы наше движение освещалось опять советами и идеями правильными научными Маркса, здесь уместно вспомнить его знаменитое выражение, что философы до сей поры различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, что надо его изменить, а вот как изменить, это уже дело марксистов, и именно после того, как Маркс с Энгельсом сделали эти открытия, мы можем сказать, что общественные науки стали действительно науками и выдали как раз те рецепты, которыми можно что-то изменить и которыми мы до сих пор пользуемся. Вот весь огромный труд Карла Маркса, выраженный в «Капитале», четыре тома, сказать, и в чем суть? Вот Маркс взял за основу первоклеточку капитализма, понятие «товар», вот «товар», и провел анализ этой самой первоклетки, значит, вывел его двойственный характер этого товара, да, и дальше обобщив и развил и показал, что следуя этим путем так называемое товарное производство в любом случае всегда будет порождать капитализм как способ присвоения неоплаченного труда рабочего человека, прежде всего. Вот в этом суть, так сказать. Ну и дальше, значит, выведены и показаны, что отсюда и теория классов, отсюда и пролетариат как неизбежный могильщик буржуазии, да, которого она сама воспроизводит. Отсюда и теория, так сказать, социалистической революции, необходимость диктатуры пролетариата и прочее, прочее. Мы с вами знаем, что Владимир Ильич как наиболее последовательный, наиболее значит, грамотный, можно сказать, гениальный марксист не только развивал теорию Маркса, но и прикладывал карту к дороге. Именно под его руководством была и предсказана, и спланирована, и во многом осуществлена Октябрьская революция. Так вот. И результаты налицо. Очень интересно отметить, что Владимир Ильич сразу после Октябрьской революции в 21-м году взялся за обобщение опыта и передачу опыта большевиков коммунистам и рабочему классу других стран. Его работа «Детская болезнь ливизны» в коммунизме это своеобразный букварь. Букварь. Для того, чтобы этот опыт не пропал, для того, чтобы и им можно было пользоваться, и с его помощью самим набираться собственного опыта построения и прочее. При этом Владимир Ильич подчеркивал, что Октябрьская революция имеет великое значение. Это значение можно рассматривать в двух аспектах. Первое это в широком смысле слова. В широком что значит? Сам пример. Вот революцию осуществили, вот так сказать победили, вот к власти привели рабочих и крестьян, и вот успехи. И эти успехи с примером Октябрьской революции оказывают влияние на весь мир. Это в широком смысле слова. И в этом широком смысле слова успехи были действительно замечательные. Потому что практика была такова, что никуда от нее не денешься. Вот я специально выписал даже такой ярый противник ну скажем лично товарища Сталина и во многом той модели социализма который был в Советском Союзе Лев Давыдович Троцкий к 20-летию октября вынужден был писать вот послушайте все-таки он и оратор был хороший и мужик не глупый надо сказать значит с господами буржуазными экономистами спорить более не о чем социализм доказал свое право на победу не на страницах капитала а на хозяйственной арене составляющей шестую часть земной поверхности не языком диалектики а языком железа цемента электричества и далее только благодаря пролетарской революции отсталая страна совершила менее чем два десятилетия беспримерные в истории успехи тем самым закончен спор с реформистами в рабочем движении можно ли хоть на минуту сопоставить их мужчиную возню с той титанической работой которую совершает народ пробужденной революцией к новой жизни вот это Лев Давыдович и это значение революции в широком смысле этого слова а дальше широкий смысл он распространялся и победа в гражданской войне и в отечественной войне и полеты в космос и образование все мы это знаем это широкий смысл это показ как можно как надо а был еще узкий смысл на который Владимир Ильич обращал особое внимание в узком смысле речь шла о том что есть целый ряд ситуаций приемов закономерностей которые которые использовали большевики в своей борьбе в своей практике и которые а надо знать и б быть готовы в большинстве случаев повторить может быть в других условиях на другой почте но пролетарием и коммунистам других стран и вот эти приемы эти ситуации эту методологию Владимир Ильич в детской болезни ревизны для коммунистов других стран и для будущих поколений для будущих поколений замечательным образом описал рассказал показал и так далее и ну так бегло можно сказать о чем речь идет о каких вещах и так далее о том что опираться надо на рабочий класс да что должна быть партия вооруженная передовой теорией конечно что нужна организация полувоенная серьезная связанная с массами иначе ничего не получится что работать надо в любых условиях и использовать трещины в лагере противника да что возможны и часто необходимы любые компромиссы только не в области идеологии так что необходимо сочетание легальных и нелегальных что с одним авангардом победить невозможно так надо по крайней мере значит нейтрализовать одних и притянуть на свою сторону патчи возможно кого угодно о том что свергнуть крупную буржуазию и подавить ее сопротивление конечно необходимо но это сравнительно легкая задача а дальше предстоит задача гораздо более сложная победить вот те самые элементы мелкобуржуазности которые живут живут в массах в рабочем классе в каждой отдельной голове где хочется так сказать себе получить побольше пожирнее там получше это работа длинная это работа сложная то есть мысль о том что классовая борьба при при совершении социалистической революции построения социализма она никуда не девается она продолжается в новых формах и требует особого подхода и прочее прочее это вот Владимир Ильич Владимир Ильич изложил в те времена и для нас в том числе а мы сегодня можем сказать что к этому к этому значит учебнику значит сегодня необходимо добавить еще дополнительную часть ту самую дополнительную часть которую ну в той или иной степени мы с вами сами пишем речь идет о том что так уж случилось что социализм в нашей стране потерпел временное как мы уверены но поражение так и это поражение оно значит не потому что не жизнеспособен строем не потому что значит у них ничего не получилось потому что не должно было получиться и прочее прочее а потому как мы считаем что совершили немало ошибок тот же Владимир Ильич говорил что ничто нас не может погубить кроме наших собственных ошибок и вот эти ошибки были совершены достаточно по этому поводу у нас проведена работа это изложено и в программе РКРП и в программе рабочей партии и в основном наши оценки здесь сходятся так но это очень важно очень важно значит нам для будущей работы в том числе на международной арене так потому что это как раз вот те те моменты в узком смысле слова которые надо знать которые надо доносить анализировать чтобы не повторить чтобы не споткнуться в следующий раз и так далее и в этом плане в этом плане не утихают не утихают дискуссии споры в международном коммунистическом движении вообще а какой значит социализм был в СССР и какой он вообще бывает и какой он должен быть идеально это модель можно написать показатели прочее прочее и очень часто можно встретить утверждение что значит советский социализм это был ранний неразвитый тоталитарный деформированный казарменный с биоратлистическими извращениями всякого рода приставки другие могут быть и прочее прочее вот что мы должны на это отвечать и как на это реагировать как мы это себе представляем вот РКРП свое видение этого вопроса значит постаралась изложить по совету с Владимиром Ильичем Лениным в большом докладе посвященном столетию Великооктябрьской социалистической революции и уроки для современных коммунистов так в этом дело значит при этом если совсем коротко то и несколько упрощенный я бы сказал так наш вывод что социализм он бывает такой каким он выходит из капитализма потому что условия могут быть самые разнообразные самые кардинально отличающиеся в отсталой стране или в передовой развитой стране с войной без войны и социализм может быть и грубым и неотесанным и суровым и голодным и кровавым и жестоким но главное он должен быть социализмом потому что ему должны быть присущи целый ряд целый ряд качеств как во первых первые ступени коммунизма и общекоммунистические отношения в социализме и коммунизме одни и те же это власть трудящихся осуществляющую функцию диктатуры пролетариата общественная собственность на средства производства отсутствие эксплуатации и так далее соответственно распределение значит по труду который идет и никто никто не может диктовать и вряд ли продиктует значит какие-то идеальные рецепты их просто нет но вот общие закономерности этого дела они известны и для окончания нашей темы я бы так кратко их сформулировал что вот в политической области социализм по ленинскому определению это есть уничтожение классов да это есть осуществление диктатуры пролетариата с одной стороны а с другой стороны движение к бесклассовому обществу со стиранием грани со всеобщим все большим вовлечением в систему управления всех пролетариев всего трудящегося народа используя ленинскую терминологию поголовно так в области экономических отношений социализм это преодоление элементов товарности и развития непосредственно общественного характера производства и в области морально-нравственного социализм обеспечивает все большие возможности для свободного развития всех и каждого вот основываясь на вот этих закономерностях в узком смысле слова да мы должны мы должны ну вести свою работу анализировать то что было и так или иначе значит работать и со своим классом сливаясь и со своими зарубежными товарищами для того чтобы не сбиться с избранного пути не дрогнуть а быть достойными наших предков и наших учителей ну и заключение вот мы в своей программе специально записали что подход коммунизму как науке он диктует нам определенные цепочки сначала сначала была борьба не классовая в борьбе родились советы да советы в этой борьбе совершили революцию советскую власть установили и только потом было уже советское государство и принято советское конституцию эта цепочка не может быть другой не надо думать и мечтать что сначала можно победить на выборах принять советскую конституцию и провозгласить советский союз или как некоторые граждане СССР ходят и кричат что Диурус СССР он и так есть вот у меня паспорт или где-то как-то чего-то поэтому главный признак коммунизма это научность коммунизм это наука и относиться к нему нужно как к науке ну а мы уже вспоминали вот надпись на могильном памятнике Маркса что философы до сих пор только объясняли а надо изменять есть еще одна надпись по рассказам по рассказам в Германии на памятнике значит Маркса с Энгельсом значит германские рабочие написали ничего в следующий раз получится лучше вот на этой оптимистической ноте давайте закончим я к ним присоединяюсь спасибо Виктор Ракадьевич вопросов не поступило есть записавшиеся на выступление ну и пожалуйста уважаемые товарищи во время лекции Виктор Ракадьевич упомянул манифест коммунистической партии Маркса Энгельса я вспомнил про одну интересную мысль которая была высказана Марксом в предисловии к этому в одном из предисловий к этому к этой работе и вот я ее сейчас зачитаю написано она была 21 января 1882 года во втором русском предисловии к манифесту коммунистической партии если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на западе так что обе они дополны друг друга то современная русская общинная собственность на землю может тогда явиться исходным пунктом коммунистического развития то есть понимаете да в конце 19 века Маркс уже предсказал появление колхозов он разглядел в русской общине будущие колхозы то есть за полвека до их возникновения то есть по сути он заглянул в будущее но как он заглянул в будущее сложно ли было это предсказать ну возможность того что именно исходным пунктом коммунистического развития станет русская община собственность на землю нет на самом деле это было несложно предсказать если мы владеем диалектическим методом то есть научным методом именно научный метод позволил диалектический метод Гегеля позволил Марксу увидеть дальнейший ход развития русской общины которая была на тот момент ну в таком состоянии в котором была который пытался потом Столыпин еще подавить но не смог потому что крестьяне отстояли эту общину и в конце концов появились колхозы так вот если мы владеем научным методом изучать науку нам вовсе не сложно и даже вот та работа Владимира Чалейна которую Виктор Калич упомянул материализм и империопатрицизм она тоже по своей сущности не сложна в понимании но тем у кого мысли существуют без мозга может быть и трудно ее читать тому вообще любую работу трудно читать не только эту в общем-то все что я хотел сказать спасибо товарищ Чижевский научность вот разум он за нас за советский народ за коммунистический народ и нам нужно опираться не только на такую общую постановку вопроса но и на вторичные интересы современного населения например на заводах и в институтах опираясь на этот вторичный индивидуальный интерес агитировать за повышение трудовой квалификации за техническое обучение за передачу опыта от старшего поколения к младшему потому что все это отсутствует сегодня просто ну этого нет а существует сегодня в моем уничтоженном предприятии вот в прошлом году приезжал президент Путин и ликвидированы были в 2023 году три научно-исследовательских института ну в хитрой форме 90% переведено на АО Абуховский завод ну а 10% там не было то есть как будто получается что власти существующие господа ну не нужно не нужно это а в этом году уже буквально две недели назад еду и висит объявление такое администрация строго следит за вывешиванием объявлений это она и вывешивает такое что вот на военной части на Украине кто-то из наших бывших сотрудников организовал сверхштатная ремонтную мастерскую по беспилотникам и призывают нас что давайте ему поможем дать ему деньги ну соберемся какими-то деньгами чтобы он мог купить там 3D3 какие-то запчасти то есть это что получается что где предприятие где отрасль где это государство что хороший человек делает оружие на коленке это что такое это что государственный подход это даже для предприятия нормального завода унизительно и а это обычное дело то есть научность и вот этот научный подход в технике особенно в радиоэлектронике вообще отсутствует полностью поэтому нам нужно опираясь вот на то население какое сегодня есть а оно деградировало прямо скажем на индивидуальный на шкурный интерес что ты давай повышать квалификацию ты и денег больше получишь а нам что польза какая будет что разум поднимется у человека и он будет по-другому смотреть уже более общо более на всю страну на ну короче это будет за коммунизм выступать спасибо заключить после спасибо за внимание за дополнение так я в заключении хотел бы рассказать ну такой эпизод значит из собственной жизни так я в общем-то ему уже делился но мне кажется он значит к месту по нашей сегодняшней теме когда я был депутатом государственной думы мне один раз довелось значит встречаться в составе группы депутатов и возможность задать вопрос угощаются значит это был наверное 2005 или 2006 год единая россия сделала все чтобы угощались не выступал перед всем парламентом так выделили малый зал от каждой фракции там по 5 или сколько человек в этом деле тем не менее вот значит вел заседание Грозлов значит Грозлов одно время работал у нас военными и у нас с ним по этому поводу было более-менее нормальное отношение значит он одним из последних предоставил возможность мне задать вопрос и прочее а дело шло как раз в то время о том что Чарльз создавал самую большую общую единую социалистическую партию Министерия и упорно пробовал пригласить затащить даже заставить в эту партию вступить коммунистов Компартию Министерия и они приезжали и к нам здесь советовались и прочее и вот я задаю ему вопрос значит слушай ну мы знаем что вы создаете самую крупную партию да но величина партии это хорошо но это еще не залог успеха история знает те партии которые были и побольше и за их плечами славных дел было значит будь здоров сколько и тем не менее при совершении определенных ошибок это значит их не уберегло от поражений и прочее поэтому на какие вы теоретические основы опираетесь если не брать только пример вашего так сказать использование кубинского опыта потому что мы знаем и прочее и прочее и вот Савис отвечает слушай говорит я понял твой вопрос ты вполне закономерно меня спрашиваешь этим делом но я начну как раз отвечать значит с кубинского опыта как-то раз журналисты с продвесили Фиделя Кастро что команданты вы своей революционной деятельности совершали ли ошибки если совершали то какие из них наиболее существенные на что Фидель отвечал да конечно я совершал ошибки условно совершал и самой большой моей ошибкой было то что я в начале революционного пути думал что кто-то точно знает как нужно строить социализм вот это самая большая ошибка была и дальше Чавес Чавес рассказывает свойственной ему манере знаешь это с ударениями горячо конечно через переводчика но может воспринимается несколько несколько по-другому там но суть была в следующем ты понимаешь я в своей жизни один раз испытывал настоящий страх я военный я так сказать не был никаким социалистом я был мятежником участвовал в мятеже попал в тюрьму потом так сказать из тюрьмы выпустили предложили мне значит люди поучаствовать в политике в выборах вот что я взял согласился и выиграл эти выборы демократия такая была еще что так сказать президент его избрали а дальше его тут же арестовали снова бросили в каталажку по их законам там президент избранный президент вступает в права там только через какое-то время а здесь пока так сказать дело стряпали за что как почему но народ бурлил и бурлил так что на улице выходили сотни тысяч и миллионы и в конечном итоге хунта и за океан не за океанский там рядом хозяева и сша вынуждены были его выпустить через и он говорит слушай и вот я вышел на улицу и я увидел вот эти массы сотни тысяч людей эти люди которые смотрят на меня они надеются на меня и они верят что я знаю как надо делать а я ни хрена не знаю и тут мне стало страшно страшно что они от меня ждут а я могу не оправдать ну а дальше была известна его поездка на Кубу куда он приехал встретили его так сказать дальше беседы готовки и оттуда он уже вернулся по крайней мере социалистов по крайней мере социалистов но социалистов наверное больше стихийным пока еще далеко не научным которые пробовали строить модель так называемого социализма 21 века с элементами христианской там и прочей прочей демократии строить социализм в условиях капиталистического строя и и существования крупных монополий и так далее и пока Чавес был жив и пока они находились на первых стадиях выполнения именно антиимпериалистической вот такой задачи составляющей в них были определенные успехи и что-то получалось сегодня после смерти Чавеса к сожалению дело подошло к тому что положение Аховая значит единая социалистическая партия проводит такую политику что пытается компартию не просто поставить вне закона а даже захватить значит управление этой партией ну и если честно говорить то перспективы у них отнюдь не блестящие хотя пока на антиимпериалистических позициях они формально находятся но похоже что могут и с них вполне сойти слететь и это я все к тому что во многом если не целиком и полностью вот эти сложности и этот сегодняшний их сложнейший момент положения объясняется как раз тем что они как к науке к политике и построению социализма не относились не относились но мы с вами я думаю что как раз наоборот значит сделаем соответствующие выводы и то что зависит от нас обязательно сделаем и это дело не пропадет ни при каких обстоятельствах спасибо спасибо и вам объявление встречаемся в следующий четверг тема лекции каким должен быть единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации лектор кандидат экономических нов Галко встречи Субтитры создавал DimaTorzok